Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. В этом выпуске я расскажу плюсы и минусы Xiaomi Mi 8 Lite. Я думаю, большинство из вас знает, что есть такой флагман Xiaomi Mi 8. Lite-версия отличается в первую очередь от него, конечно же, несколько более скромным функционалом и дисплеем не Super AMOLED, а IPS. Но телефон получился на редкость удачным, у него самое главное довольно таки приятная цена даже на старте продаж и мне кажется этот телефон должен продаваться очень хорошо. В любом случае посмотрите этот обзор, если вы еще этот телефон не купили и подумайте, увидите и в обзоре вы узнаете плюсы и минусы этого устройства. Те же кто купил такой телефон не пожалейте своей минуты времени, отпишите короткий отзыв о нем. Начнем с внешнего вида. Он напоминает конечно текущий флагман, но со спинки выглядит даже несколько симпатичнее. Немножко по-другому подобран цвет, сканер отпечатка симметрично расположен в верхней части телефона, камеры немножко выступают сверху, двойной модуль камер и вспышка. Экран 6,26 дюйма, разрешение Full HD+, это более 400 пикселей на дюйм технологии, экран IPS. Хорошо, что экран закрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5, это официальная информация, это конечно здорово. В вырезе экрана скрывается фронтальная камера, скрывается также разумеется разговорный динамик, и индикатор о пропущенных вызовах. Вырез на экране есть, но вырез можно скрыть. Такая настройка есть, она так и называется скрыть вырез. Сам экран запас по яркости имеет достаточно большой, и это хорошо. Мне нравится экран, и любители IPS возлекают. За эти деньги получить фактически флагман, ну не фактически, но близок к нему, это очень хорошо со стороны селами. Но давайте поговорим о дальнейшем, и увидите свои сильные, свои слабые стороны в аппарате. Но как таковых-то слабых сторон здесь нет. Корпус у него, рама, разумеется, металлическая, спинка стеклянная, как я уже и говорил про нее, рассказывал. С левой стороны лоточек, с правой стороны кнопка включения и кнопки громкости. Сверху у нас только дополнительный микрофон, снизу динамик, стереоэффекта здесь нет, динамик один. Но динамик довольно таки громкий, музыку даже через него слушать можно. Расположен вот здесь. Главное рукой его не перекрывайте, когда вот так телефон держите. И конечно для подключения к компьютеру используется разъем USB Type-C. К сожалению, разъема для наушников здесь нет. Предлагается, как в последнее время, к сожалению, использовать либо переходник, который идет в комплекте, либо использовать беспроводные наушники. Грустно, что конечно отказывается даже уже на младших моделях от разъема. Но я уже устал это критиковать, уже обещал не буду. Все, проехали на самом деле, просто проехали. Начинка телефона неплоха, конечно, учитывая свою цену. Неплоха в том плане, что здесь Qualcomm Snapdragon 660, конечно, процессор уже не новый. В связке с Adreno 512 выдает порядка 140 тысяч баллов в Antutu benchmark. Аппарат мой, который на тесте, у меня 64 гигабайта памяти встроенной и 4 гигабайта оперативки. Конечно же, я погонял в PUBG Mobile. Ну не на максимальных настройках, ребята, это все-таки не флагман. Бегать в игре этой можно. World of Tank также не на максимальных настройках. Бегать, точнее не бегать, а ездить можно. Чудес не ждите, но это лучше однозначно, чем Mediatek какой-нибудь или Exynos или от Huawei процессор. Все-таки это Snapdragon. У вас будет хороший прием GPS, GLONASS. У вас будет производительность выше средней. И самое главное, телефон не будет тупить даже спустя длительное время. Он и не должен тупить современный телефон. Но со Snapdragon такой проблемы вообще не наблюдается. Даже в середнячках и даже в бюджетниках. Но здесь явно середнячок. Точнее даже чуть выше класса. Ближе уже к флагманскому. То есть по производительности вы будете довольны, если вы не собираетесь требовать от него флагманских показателей. Собираетесь, пожалуйста, покупайте тот же Mi 8 или Pocophone на Snapdragon 845. По камерам все очень хорошо. Ну, действительно хорошо. Я ожидал несколько худшего результата, потому что, повторюсь, ценник на него не заоблачный даже на старте продаж. Основных камер две. 24 Мп плюс 5 Мп фронтальная для эффекта боке и 24 целых Мп камера фронтальная. То есть основные камеры 24 плюс 5 и еще фронтальная на 24. Смартфон, разумеется, поддерживает видеозапись в формате 4К, что хорошо и качество картинки неплохое. Можете убедиться сами посмотреть примеры фотографий и, разумеется, примеры видеозаписи с этого телефона. Особо отмечу, что модуль ИИ работает не только на основную камеру, но также на фронтальную. Это встречается не так часто. Поэтому качеством фотографий я очень доволен. Неожиданно хорошие получаются снимки ночью с основной камеры, разумеется. Встречается это не так часто. В любом случае сложите свое собственное мнение. Для вас много фотографий и оригиналов. Ссылка будет под видео. По камерам зачет. Разумеется, есть все фишки, как и на более старших моделях. Это портретный режим и с фронтальной, и с основной камеры. Разумеется, есть ручные настройки и, конечно же, есть и ускоренная запись видео и замедленная, если вам это важно. Аккумулятор в телефоне установлен на 3350 мАч. Не так и много, но и не так мало. По тестам моим воспроизведения видео на максимальной яркости смартфон прокрутил чуть более 7 часов. Результат не такой и впечатляющий, конечно, этот типичный середнячок по автономности. На день должно хватать. Опять же, как будете пользоваться. Провала нет, но и какого-то чуда в автономности тут также не произойдет. Ну и напоследок несколько слов об оболочке. Она точно такая же, как и в любом другом аппарате от Xiaomi, MIUI. При желании вы можете поменять кнопки местами, либо сделать управление жестами, что многие делают мои знакомые, те, кто пользуется Xiaomi. Конечно же, рекомендую зайти в магазин, скачать некоторые темы. Если спустя время, например, телефон вам поднадоест, пожалуйста, вы можете поставить тему официальную, стороннюю. Изменить телефон до неузнаваемости. Гибкие настройки экрана, настройки звука, опять же, есть, но это переиспользуется при наушниках через переходник. Конечно же, можно много чего с телефоном сделать. Оболочка одна из самых гибких. На данный момент, когда я снимаю обзор, это ноябрь 2018 года, пока еще MIUI Global 9.6. Глобалка официальная. Но обязательно прилетит MIUI 10 спустя некоторое время. По этому телефону, как таковых слабых мест, если только попридираться, то, конечно, жалко, что отказывается от разъема для наушников. Не всем нравится монобровь. Мне она тоже не нравится, но я уже не раз обещал не хейтить. Ни отсутствие разъема, ни монобровь. И не буду уже это делать, мне это уже надоело. А так, получился аппарат сбалансированный. Цена-качество вот именно в нем очень хорошие. Хотите еще большей мощи, производительности, чуть лучше камеры и покупайте флагман. Хотите сэкономить и купить не сильно, по большому счету, от него отличающийся аппарат, то, пожалуйста, Mi 8 Lite во всей красе. На этом у меня все. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Как всегда, много обзоров на новые телефоны. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если нравится это видео. Если не нравится, ставьте дизлайк. Ну, лайк, конечно, лучше. И, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо!